Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Ford Fusion. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнем мы, как всегда, с двигателей. По сравнению с Fiesta, на Ford Fusion устанавливались только самые мощные 4-цилиндровые двигатели. Бензиновые, объемом 1,4 литра, 80 лошадиных сил, и 1,6 лошадиных сил, а также 1,4 литровый турбодизель, 68 лошадиных сил. Коробки передач, пятиступенчатая механика и сконструированная на ее основе роботизированная механическая коробка передач, а также четырехдиапазонный автомат. Наши дилеры продавали исключительно бензиновые версии автомобиля. На вторичном рынке дизельные модификации можно пересчитать по пальцам одной руки. В эксплуатации это практически беспроблемный автомобиль. В содержании он не очень дорог, характерных недостатков имеет мало. Оба двигателя долговечны и надежны, но при этом требовательны к качеству топлива. Заправка на дешевых АЗС чревата большими неприятностями. Например, иногда из-за плохого бензина заклинивают клапаны в направляющих. Как правило, это заканчивается ремонтом или заменой головки блока. На механических коробках через 3-4 года эксплуатации подтекает сальник первичного вала. Сама деталь стоит копейки, но замена обойдется дорого, поскольку для этого следует вывешивать коробку передач и двигатель. Роботизированная трансмиссия – постоянная проблема многих владельцев Ford Fusion. Они так и не могут привыкнуть к задержкам при переключении передач, хотя некоторым алгоритм ее работы совсем не досаждает. Робот в нагруженных режимах, длительное движение в горку, езда по пробкам, склонен к перегреву, о чем сообщит дрожь на педали тормоза. Правда, после охлаждения механизма сцепления работоспособность коробки передач полностью восстанавливается. Коробка также чувствительна к отказам в электроцепях. Нередко из-за этого даже не заводится двигатель. Основные траты в подвеске придутся на стойки и втулки стабилизатора, а также шаровые опоры. В тормозной системе придется раскошелиться только на колодки и диски, а в рулевом управлении – на рулевые тяги и их наконечники. Кузов. Кузов – стоек коррозии, а лакокрасочное покрытие можно признать образцовым для малолитражки. Правда, на передней части корпуса, арках и порогах самых старых экземпляров имеются сколы. А вот хромированные детали мутнели и ржавели даже на относительно свежих машинах. Двигатель. Двигатели надежны и долговечны. К примеру, большое техобслуживание с заменой ремня ГРМ по регламенту положено проводить через 120 тысяч километров. Трансмиссия. Механическая коробка и автомат считаются надежными, а вот модификацию с роботом следует опробовать на ходу. По статистике, каждый третий покупатель после этого отказывается от покупки. Робот специфичен в эксплуатации и требователен к обслуживанию. Подвеска. Передняя подвеска проста по конструкции, и на легковом автомобиле ее элементы служат достаточно долго. При этом запчасти вовсе недороги. Откровенно слабых мест в ходовой нет, кроме, пожалуй, опорных подшипников стоек, которые изнашиваются к 50 тысячам километров. Задняя подвеска считается крепкой и беспроблемной, большей частью за счет простоты конструкции, в основе которой полунезависимая балка. К 80 тысячам километров пробега потребуют замены стойки стабилизатора, и чуть позже заявят о себе амортизаторы. Ну а если вы являетесь владельцем Ford Fusion, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok